Девочка-пай Причем мы разочаровываемся, потому что мы иногда действуем, не дожидаясь, когда наша вера возрастет. То, что я сегодня немножко говорю про внушение, тогда мы разочарованы, потому что так же, как физический рост, он требует времени. Физическая подготовка требует времени. И духовная подготовка требует времени. Поэтому, если ты что-то услышал, что-то прочитал, ты думаешь, ну, слава Господу, я сейчас помолюсь. То есть, будь уверен, что твоя вера готова. Если ты меня спросишь, я скажу, что некоторые вещи, о которых я молюсь, я еще не имею веры. Я в процессе роста веры. Напомню, когда я только пришел к Господу, только пришел к Иисусу в церковь, я был в таких нуждах. У меня не было ничего, ни работы, ничего. Я прочитал книгу, у меня попалась книга. В то время, когда я покажался, еще даже и книг не было, христианских у нас на русском языке. Ну, у меня там несколько книг было. Я прочитал книгу Хейгена о вере и о молитве. И там было написано, что все, что ты поверишь и попросишь с верой, будет тебе. Я подумал, хорошо, у меня есть нужды. У меня были нужды, но у меня не было веры на то, чтобы эти нужды решились. Я помолился Богу. И все сделал, как в этой книге. Сроки поставил. Я не буду подробно. Я помню, как я был разочарован и не мог понять, почему же Бог мне не ответил. Я реально, я чуть веру не потерял в Бога. Я подумал, ну, значит, они работают. Но сегодня я понимаю, вера работает. Но у меня не было веры. Я только пришел к Богу. Моя вера была в зародочном. Моей веры только хватало на то, что веришь в Иисус Господь. И что Он простил мои грехи. Вот на что хватало моей веры. Но я должен был ждать, ожидать, когда моя вера вырастет. Через несколько месяцев я поехал в библейскую школу. Моя вера росла понемножечку. И было там событие в этой библейской школе, когда было специальное пожертвование в этой церкви, чтобы оплатить аренду. Потому что церковь должна была большую сумму за аренду. И я помню, что там был, на самом деле, Дух Святой просто действовал. И они собирали это пожертвование. Я стоял, я искренне хотел что-то посеять, но моя вера была слабой. И я думал и верил, что я ничего не имею. Я сказал Богу, я запомнил эту молитву, я сказал, Господь, ты же знаешь, что у меня ничего нет. И Господь сказал мне, у тебя нет, но у тебя есть там. И Он мне напомнил, что у меня в вещах, там есть одна хорошая рубашка, которую я так бережно носил. Иногда. Он сказал, отдай ей вот этому человеку эту рубашку. И мне было так сложно, но моя вера уже была достаточно, чтобы так сделать. И когда я отдал эту рубашку, я помню, как Господь меня через некоторое время сильно благословил. Но это было по моей вере. Я приехал после библейской школы. Это прошел уже почти год после моего спасения. Интересно, что я молился. Это была осень. И наступала зима, у меня не было одежды. И не было достаточно денег, чтобы купить. Я просил, говорю, Господь, дай мне какую-то обувь, зимние кроссовки. Тогда уходили, такое было понятие. Наверное, сейчас есть зимние кроссовки, теплые. Я понимал, что я молюсь и не уверен, что Бог хочет мне это дать. Я помню, это был момент, это было перед сном, я лежал в постели, я молился. В какой-то момент, я не знаю, это было сверхсест, как будто Господь. Он просто посетил меня, и мне пришла такая уверенность, такая свобода, такой покой, что Бог мне дал уже эти кроссовки, что они будут сто процентов. И когда вот это есть учение, благодари Бога. Я не верю, когда ты просто благодаришь, потому что надо. Когда ты веришь, тебе хочется благодарить. Я начал благодарить Бога, спасибо, Господь, за кроссовки. Я помню, как на следующий день позвонил мне пастор Вячеслав и говорит, приди ко мне в гости. Я пришел, мы общались, и когда я уходил, он говорит, смотрю, у меня есть новые кроссовки, которые там, ему кто-то его благословил. Я хочу тебе их дать. Вот именно такие, знаете, теплые, как я хотел. Я пришел домой, я был такой счастливый, я благодарил Бога. И знаете, моя вера возросла, я говорю, Господи, дай мне и шарф еще тогда. Дай мне и шарф. На следующий день опять пастор Вячеслав будет прийти ко мне в гости. Я пришел, и когда я уходил, он говорит, я хочу тебе благословить шарфом. Я такой довольный, моя вера взлетела. Я думаю, что бы еще попросить. Он как-то остановился, я не знаю, может, не надо было остановиться, может, вот это там прострелы. Пять раз ударил, остановился. Но этот был момент, когда я понял, что такое вера. Это когда ты перестаешь заботиться, потому что для тебя становится настолько ясно, что Бог уже все сделал, что вообще нет никакого беспокойства, полный мир. Но когда ты действуешь слишком быстро, ты разочаровываешься. Поэтому взращивай веру, проси померя веры. Я уже научился понимать, на какие вещи у меня есть вера, на какие у меня еще нет веры. И ты должен тоже различать, если у тебя есть нужда, но нет веры. Поймите, Бог не реагирует на нужду, Бог реагирует на веру. Мы иногда думаем, что если есть нужда, Бог отреагирует, Бог реагирует на веру. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...